На стадионе Новой Химки большое театрализованное представление. На трибунах сотни болельщиков и не меньше юных футболистов на поле. Городской округ принял пятый открытый турнир Кубок Игоря Акинфеева среди спортсменов 2011 года рождения ведущих футбольных академий страны. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Обареновым приветствовали игроков. Наш турнир один из самых сильных, которые есть на территории нашей страны. Поэтому, ребят, я очень счастлив, что вы приезжаете, так же ваши родители переживают за вас на трибунах. Спасибо огромное. Много раз всегда всем говорил, что вне зависимости, кто за кого играет, какая время у вас на груди, будьте всегда честными, настоящими, любите футбол и, самое главное, вам без травм. В турнире приняли участие 16 команд из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону и Минска. На поле выходили подопечные футбольных академий «Локомотивы» и ЦСКА, «Зениты» и «Рубина» и другие. В Московскую область представили футбольные клубы «Мастер Сатурн», «Витязь» и «Химки», которые завоевали бронзу соревнований. Их соперниками стал клуб «Чайка» из Ростовской области. Игра завершилась со счетом 1-0 в пользу подмосковной команды. Сейчас у меня тоже боевой коллектив, боеспособный. Ну, немножко, к сожалению, мы немножко не сыграли с «Зенитом», как хотелось бы. Но за третье место команда проявила характер и победила, и завоевала бронзовые медали. Кубка Акинфеева. Всего на соревнованиях каждая из команд сыграла по пять матчей. Таким образом, в течение двух дней провели 42 игры. В финале Кубка сыграли юношеские команды питерского «Зенита» и московского «Локомотива». Столичная команда одержала победу со счетом 5-0. По словам победителей, Кубок Акинфеева – отличная возможность расти профессионально. Турнир оказался непросто. Команды были все сильные, но мы тоже были сильнее. Мы подготавливались к летнему первенству, сыграли этот турнир и становились еще сильнее. Отметим, что Кубок Игоря Акинфеева среди детских футбольных клубов традиционно проходят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для нас почему это важно? Потому что на личном примере детишки учатся. И сегодня, если мы начинали с такого небольшого турнира, сегодня уже это практически все ведущие Академии детский футбол. Среди этих ребят очень много будущих футболистов нашей национальной команды. Ну и, конечно, по сути, сегодня это один из ведущих турниров России в данной возрастной категории. По словам инициатора турнира Игоря Акинфеева, каждое соревнование проходит под его чутким контролем. Месседж один – это собирает лучшие Академии страны и пускай победит сильнейший, потому что турнир я считаю очень сильным. По итогам турнира победители получили награды из рук шестикратного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА, бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Игоря Акинфеева. Также капитан ЦСКА вместе со своим первым тренером Вячеславом Чановым и с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым вручили призы лучшим игрокам турнира. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.